Привет, мои дорогие, мои любимые! Сегодня у меня вот такой аутфит, прическа. Я вот так вот заколола волосы, они у меня уже отросли. И собираются вот так красиво. И что я заколола? У меня есть такая вот, как заколочка в виде жемчужин. И вот так вот очень красиво получается. Дальше, что на мне? И мое жемчужное ожерелье. Если вы помните, что это за ожерелье, то я вам сейчас скажу. Это ожерелье, вот, веточка. Веточка, у меня есть мастер-класс, как я ее делала. Натуральный жемчуг, который мне сын, кстати, подарил. И бисер. И как я делала эту веточку. Вот такая она, просто веточка вас вот так вот обрамляет. Шикарная веточка. Поскольку многие знают из вас, что я занимаюсь дизайном. И многие ожерелья я делаю себе сама. То и вот такую вот веточку из бисера и натурального жемчуга сделала себе я сама. Дальше. Сережки я их не снимаю. Золотые у меня тут сережечки маленькие, аккуратненькие. И я их ношу. Ну, что у меня с лицом? Лицо у меня накрашено. Потому что я всегда крашусь. Я считаю, что дочь царя-царей должна уважать общество, в котором вы находитесь. Для этого нужно всегда делать прическу, нужно всегда иметь макияж на лице. И нужно всегда быть аккуратно одетым и чистым. И пахнуть ароматно. Тогда вы дочь царя-царей. Я имею ввиду Господа Бога. Итак, вот такой вот у меня сегодня. Это итальянский. Похож очень на индийский сарафанчик. На самом деле это итальянский. Очень легкий. Но сделан очень красиво. Вот тут вот такая инкрустация в виде цветов. Видите? И вот в каждом цветочке мы видим стразик. В каждом цветочке есть стразик. Получается очень красиво. Здесь как бы вязка. Тоненькая вязка. Она очень тонкая и стрейджевая. Тут вот так все присборено. И кружева. Тоже вывязаны крючком. Все это ручная работа. Ну и получается вот так. Вот такой вот сарафанчик. Без каблучков. Туфельки мои вот такие. В общем, сегодня у меня итальянский стиль. Что я себе взяла в виде сумки? Сейчас торбу. Сейчас я вам покажу. Какую я торбочку себе взяла. Вот такую я взяла себе мою яркую, любимую, обожаемую торбочку. Так. И еще что я хотела сказать. Девочки. Все, что вы говорите сегодня, влияет на вашу жизнь в дальнейшем. Не позволяйте тяготам жизни и лжи врагам приводить вас в уныние и заставлять смотреть только на негативный аспект. И запомните, что каждое произнесенное вами слово влияет на вас. Поэтому выбирайте всегда позитивные слова, несущие здоровье и жизнь. Это также касается, девочки, это также касается не только слов, но и комментариев, которые вы пишете. Сегодня написанный вами комментарий повлияет на вас завтра. Потому что на меня негативные комментарии никак не могут положиться. Почему? И войти. Объясняю. Я верующий человек. Верующие люди – это не религиозные люди. Для верующих людей Господь един. Верующие люди помощь ни от кого не ждут и не ищут. У верующих людей помощь только в Боге. Потому что положиться в этом мире вы не можете ни на кого. Когда вы очаровываетесь кем-то, вы потом очень быстро разочаровываетесь этим кем-то. Если вы очаровываетесь Богом, вы никогда не разочаруетесь им. Если вы ищете поддержку в Боге, ищите, уделяете Ему время каждый день, то вы найдете, вы найдете поддержку. И вы даже не представляете, какие перемены Он будет производить с вашим телом, с вашей душой, с вашей жизнью, постепенно с вашими окружающими, с вашим мировоззрением, со всем, до чего бы вы ни коснулись, Господь начнет преображаться. Потому что для каждого из вас у Бога свой план. Для каждого. Каждый вы индивидуальный для Него. Поэтому очень важно, вот в Библии красной чертой везде-везде прослеживается такая фраза «Следи за своим языком, обуздывай свои уста и даже мысли». Наблюдайте за течением своих мыслей. Не позволяйте в голову входить негативным мыслям. Вот когда они проникают к вам, они вас начинают разрушать. Вы в это время, когда вам говорят, у вас не получится. Да ну, разве у тебя это выйдет? Вы в это время говорите, а теперь я послушаю, что на это скажет мне Господь. А знаете, что Господь скажет? Дерзай! Даю тебе работоспособность, даю тебе мудрость. Дерзай! Кто бы ты ни был, какой бы ты ни был, дерзай! Живи, дыши, наслаждайся, дерзай, трудись теми возможностями, которыми ты можешь. Руками можешь? Трудись руками. Ногами? Ногами. Ораторские способности? Пожалуйста. Хорошо умеешь слышать, передать другому? Пожалуйста. Что-то очень важное, что-то очень приятное. Скажи, здравствуйте, дай Бог вам здоровья ближнему своим. Даже в этом ты поддержишь. Старайтесь каждый день поддержать кого-то морально, физически, если возможно. Я думаю, что у всех возможно материально, духовно. Да просто даже яблоком угостить. Ну и тем, которые еще раз думают, что с негативными комментариями могут пошутить, поиздеваться над кем-то, очень ошибаются. Очень ошибаются. Обозвать, уколоть. Нет, ребята, нет. Нет, потому что цену дочь царя царей себе знает. Все. Я вас всех люблю. Целую. Надеюсь, что вашу жизнь с помощью ваших слов, потому что то, что вы говорите, то будет входить в вашу жизнь. То, что вы пишете, то войдет в вашу жизнь. Надеюсь, что ваши слова, написанные мне комментарии, они войдут в вашу жизнь. Слова «дай Бог вам здоровья» войдут здоровьем. Дай Бог вам процветания войдут в процветание. Слова, которые негативные, войдут в вашу жизнь. Поверьте мне. И в очень ближайшее время. Сегодня вы написали, а завтра вы убедитесь в этом. Все. Будьте осторожны. Обуздывайте язычок. Даже мысли надо наблюдать свои. Не то, что язычок. А вот такой вот у меня сегодня аутфит красивый. Такая я вся интересная под итальяночку. Сегодня у меня итальянский стиль. Я в итальянском стиле. Ну и пошла. Пошла процветать, работать и благословлять. Сегодня я благословлю пятерых. Я вас всех люблю. Продолжение следует.